Закончил 9 классов, учился в Жепской школе. Это школа в нашем селе, в поселке. Закончил школу и мне повестка в армию пришла. Провожал меня отец, увез это в сборную, в Козыльский военкомат. Заказывал, как правильно вести себя. Ну и он говорит, что теперь я не могу за тобой смотреть. И вообще, ты должен сам за собой. Думать сам. Сезон охотничий. Ходишь там, путики ставишь, проверяешь. И у нас бывает, что там запоздашь, не придешь в зимовье. Но приходится ночевать. Ночуешь, а, конечно, не выспишься. Но ночь-то перекороташь все равно. У нас здесь соболей добывают. Тут кабарга, кабаргулая тоже. В законе есть же прописано, там местное население имеет право там добыть вот столь-то, или там на такой-то территории водного ресурсов, водный там тоже поймать рыбу. Так есть запрет на отлов рыбы там. Так а для пропитания как это? Конечно, у нас промысел. Вообще, на охоту и на соболе, и на другие пушные виды. Когда, если достанется, будем говорить, лицензия, если кто-то... Ну, я отношусь положительно. Решение он принял сам, да? Я могу, конечно, только подсказать сыну, что надо, если я сам тоже так же работаю, инструктором по самовыживанию. Клянусь достойно выполнять воинский долг, муверственно защищать свободу, независимую, конституционный строй России, народ и отечество. Нет, он сам принял решение. Я охотно поддержал. Это же на защиту нашей отчизны. А мы не отпихиваемся, не отталкиваемся, мы тоже болеем душой, переживаем за нашу отчизну. Я знаю, служба, труды, не река. Направила нас в роте на суды. Ведовой рукавицы. Я. Будьте устроены три шага. Есть. Двое старшее лейтенанты, ведовой рукавицы, к вашему приказу приду. Приехал, мне как-то здесь показалось необычным. Просто обстановка другая. Все другое. Надо все делать самому. Но потом привык, через неделю уже привык. Стал понимать, вникать. Просто с автомата стрелять можно очередями. Можно одиночными выстрелами. А каковье у отца, это самопереводящее затворное. Это надо перевести затвор и опять стрелять. А здесь нажимать на спуск. Осмотрено. Осмотрено. Товарищ старший лейтенант, ведовой рукавицы. 26 очков. Оценка отличная. Выстраивается перед своими автомобилями в двух шагах от переднего левого колеса. Показывает, что элемент мероприятия выполнен. К выполнению приступить. Повестан! Повестан! Лишь и захар. Повестан! У староверов всегда было двоякое отношение к военной службе. С одной стороны, они не признают наличие светской власти над собой. С другой стороны, военный билет им нужен для того, чтобы легализоваться, получить автомобильные права, права на вождение водного транспорта, охотничьи билеты, документы на землю и так далее. Поэтому община собирается и решает, кого им делегировать в мир. Эти люди служат в армии, получают военные билеты и в дальнейшем становятся выездные. Они вывозят добытую старообрядческой общиной пушнину, рыбу, дичь и другие дыры природы. То есть становятся полноценными членами общества. Призыв старообрядцев всегда был затруднен. Это, во-первых, изолированность их поселений. То есть это многие километры по тайге в верховье Малого Енисея, других таежных рек. А кроме того, как я уже говорил, это отсутствие каких-либо документов. Бывает так, в общину приезжает с огромными сложностями представитель военно-учетного стола или сотрудник военкомата, а в семье ни у кого нет ни единого документа. У родителей нет паспортов. Соответственно, у юноши-призывника нет свидетельства о рождении. Поэтому призыв очень часто был затруднен и даже невозможен. Поэтому количество призывников-староверов всегда можно было пересчитать по пальцам одной руки. Приведу простой пример. За 6 лет с 2012 года было призвано 30 человек. И шли они в армию по необходимости, подчиняясь закону. В этом году призвано пятеро, и все они пришли осознанно. Их отправляли и напутствовали родители. Приезжали на присягу, оказывали всяческую поддержку. И наказывали служить достойно.